Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог, будет много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Девчонки, я вам про увлажнитель все забываю рассказать. Вот я брала средство от накипи Хуберлик ни-фига. Я его туда залила, причем две ампулы и налила где-то литр воды, нифига не отъела вообще. Я сейчас, знаете, что пробую? Я у себя нашла старый антиналет, вот этот дом Хуберлик. Фокус, 112-91. Пока маникюр не сделала, завтра маникюр все чищу. Так, я у тебя, знаете, что нашла? Вот этот антиналет, старый, фуберликовский, 112-91. И вот то, что в последнем заказе я брала. Они вроде как одно и то же, 391. Ну, по крайней мере, они похуже. Спрей антиналет и спрей для очищения ванн и душевых кабин. А здесь для ванны душевых кабин. Но вот этот он вообще практически не пахнет. Когда распыляешь вот этот, задыхаешься, просто задыхаешься. Но я с ним сегодня чистила раковину, где у меня налет скапливается, вообще отошло классно. Я с ним сегодня чистила ванну. Мне безумно понравилось. Кто-то из девочек написал чистить душевую кабину. И месяц потом на ней налет не скапливается. Я не знаю, конечно, буду смотреть по ванной. Я увлажнитель сначала залила вот этим старым. Но что-то как-то не ахти, отошло плохо. Пришлось чистить. А я так не хочу. Я так не люблю. И я вот этим запшикала, потом ополоснула. Запшикала вот этим. Видите, вот он налет такой вот он. Противный. Сейчас вот запшикала им. Сейчас попробую смыть. Не знаю, навряд ли смоется. Давайте вместе с вами попробуем. Навряд ли это все дело смоется. Я так подозреваю, придется все равно чистануть. Ай, ай, все кушу. Неудобно, да, сходим девчонки. Ну нет, он, конечно, не смылся. Но сейчас попробую чистануть. Может, отойдет легко. И девчонки, есть увлажнители. Кто, как их чистит от налета. Прям вот жду подсказки, у кого есть какое-то чудо-средство. Прям советуйте. Я не знаю, что еще попробовать с лимонкой. Может быть, его поставить с водой. Прям гору лимонки. И включить его, поставить. Не знаю, что с ним делать еще. Ну, вау. Я не терла. Я протерла. Я просто протерла. И то вот там вот трудно доступные места. Туда надо ватной палочкой подлезать. Плохо. Я просто протерла. Вот это средство однозначно. Мощнее, но оно вонючее. Слушайте, вот это я больше никогда не возьму. Это ни о чем. А вот это у меня прям осталось в любимчиках. Слушайте. Правда классно. Я прям рекомендую, девчонки, запоминайте 391. Я просто протерла. И все вот эти, весь вот этот шескач по краям, он весь отошел. Поэтому здорово. Но хочется что-то такое, чтобы зарядить вот туда с водой. И все трудно доступные места. Вот тут. Вот посмотрите, какая там вообще камень уже. Я не знаю его чем отковыривать. Вот в этой именно трубе. А как туда подлезть, его никак не вытащишь. Просто. Я вот не знаю, что с ним делать. Дышать этим тоже неохота. И хочется вот что-то залить, чтобы вот это все продумало, это все отвалилось, отошло. Посылочка от Битипил. Мы с вами уже обозревали уже эти крутые, невероятно крутые пилинги. Сейчас будем открывать. Все было упаковано. На этот раз я заказала уже другой пилинг. Если помните, после того я вам рассказывала уже во влогах. У меня был белый пилинг. Вот такой как раз, как на инструкции вот здесь. У меня на следующий день вылезли все подкожники и моментально подсохли. Вот в Т-зоне. Это вообще было просто чудом. Я такого эффекта ни от одного пилинга не видела. Поэтому, если спросите меня, самый лучший пилинг для меня это реально Битипил. Что у нас с вами здесь? Здесь у нас увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой. Очень захотелось попробовать, потому что маска мне безумно тоже понравилась. Запаковано в пленочку. Все очень достойно. Следующий продукт это нейтрализатор для химических пилингов. Я заказала его в наборе вместе с пилингом. Потому что некоторые пилинги не надо нейтрализовать, а некоторые нужно. Да, вот такой нейтрализатор. И, собственно говоря, вот сам пилинг. Это у меня сахабых акислотами 50%. Там есть и меньший процент, есть и больший процент. Я выбрала именно вот такой. Будем сегодня с вами все делать. Кому интересный состав, можете нажать на паузу, почитать. Фокус, не подводи нас. Для пилинга у нас с вами крышечка, если он останется. И вот такой вот носик-пипеточка, что тоже очень удобно. Дальше у нас с вами еще один продукт. Это тоник с экстрактом алоэ, пептидами и гиалуроновой кислотой. Вот такой вот классный, базовый, очень суперский уход. Посмотрим, потестируем. Без красителей, сульфатов, парабедов, химических одушек. 100% натуральный состав. Состав, кому интересно. О, лимончик тут тоже кислоты, здорово. Мочевина, по-моему, уриа, если я не ошибаюсь. Так что, вот такой продукт. И это у нас с вами для тоников. Правильно, да? Да. Хотя, может быть, формат крышечки тоже очень удобный. Все будем тестировать. Инструкция, она именно для него. Это профессиональный пилинг, мультикислотный, да, 50%. Требуется нейтрализатор, потому что PH 1,2. От какого-то определенного, от определенной цифры PH нейтрализатор не требуется. Здесь требуется бумажные салфетки, ватные спонжи, часы, очищающий гель, эмульсия. Ну, это как бы все свое можно. И но обязательно SPF потом мы применяем. Потому что солнышко уже агрессивное. И это, скорее всего, будет последний пилинг. Не последний, нет, еще несколько. Еще месяцочек я кислоты делаю и вам рекомендую. А через месяц, все, мы с вами прерываемся до осени. Поэтому, кто не успел очиститься перед теплым временем года, это самые крутые пилинги. Ну что, приступаем к пилингу. Что нам нужно в первую очередь? Очистить свою кожу. То есть мы смываем весь макияж. Мы как следует очищаем потом лицо, пенка, гамаж, скраб, что душе угодно. И высушиваем его полностью. Лучше промокнуть бумажными полотенцами. Но это не обязательно. Тогда, если вы промокнули с полотенцем, нужно пару минуточек подождать. Итак, поехали. Я делала пилинг где-то неделю назад. Добивала от битепил. Пилинг белый. И у меня остался подкожник. У меня там остатки были вот с этой стороны. Он рукой чувствуется. А с вот этой стороны вылезли все-таки штук 8, наверное. В этой зоне перед критическими днями у меня почему-то сейчас высыпание. После операции, наверное, гормональный фон немножко поменялся. Раньше они у меня были редкостью, единичные. А сейчас это может обсыпать в этой зоне. Они такие, знаете, безобидные. Их не сильно видно. Но они ощущаются, я их чувствую. У нас с вами полностью сухая кожа должна быть чистая и сухая. Что мы делаем дальше? Дальше мы читаем инструкцию. Потому что это пилинг профессиональный. Это вам не просто так. Да? Так. Погнали. Пилинг наносится в последовательности от менее чувствительных зон. Но это мы с вами уже знаем. Сначала лоб, виски, нижняя часть лица, подбородок. Потом уже зона щек, ресничного края. Отступить не менее 1 см. Носогубный треугольник. Зона шеи и декольте. Время экспозиции, смотрите, от 30 секунд до 1 минуты. Вы представляете? Это что-то мощное. В зависимости от типа кожи, индивидуальных особенностей. Так. Допускается нанесение до 4 слоев пилинга с выдержкой 1 минута между слоями. Во время нанесения препарата пациент ощущает жжение. Тут даже говорится, что это будет конкретно жжение. Окончание процедуры служит появлением фроста. Это такой белый налет на покрасневшей коже. Или ощущение жжения более 7 по 10-бальной системе. То есть трындец жжет. По однородности фроста можно судить о равномерности нанесения пилингового состава на зоны лица. Количество слоев определяется индивидуально. Так. Через 30-60 секунд после нанесения последнего слоя пилинг следует нейтрализовать. У нас с вами нейтрализатор с помощью кисти. У меня есть косметическая кисть. Так. Или хорошо смоченным нейтрализующим растворем ваттым спонжем. У меня же голос сел. Вечер. Все. Кожа обрабатывается нейтрализатором в противоположной последовательности. То есть от наиболее чувствительных зон. Нос, область вокруг глаз и потом лок, виски, подбородок. Нейтрализатор при необходимости можно наносить несколько раз. Наносится он обильно. Время экспозиции нейтрализатора на коже 2-3 минуты. Ощущение жжения у пациента сначала резко усилится, но вскоре полностью прекратится. После этого остатки смываем обильно водой. Промыкаем. Так. По спилинговый уход. У нас здесь масочка. Потом рекомендуется мы сделаем свою масочку петипил, потому что в прошлый раз мне очень понравилось, как пилинг вместе с ней сработал. Так. Что мы с вами делаем? Те же мои ножницы. Вот они. У нас здесь запаян как антибиотики. Мне нравится. Да? Вот так флакон. Железочкой. Мы с вами его вскрываем. Удобнее всего это делать ножницами. Они снимают. Ножницы у меня здесь только для филировки. Круто, да? Так. Взболтать не написано. Жидкость прозрачная. Вроде как мы будем делать с вами спонжем. Потому что шприц я не взяла, хотя они у меня есть. Кожа уже полностью высохла. Чистая, сухая. Зачем нам интересна пипеточка вот эта? Ну, может быть, ей удобно. Я прям так, наверное, из флакончика. Запах какого-то лекарства. Он желтоватый такой. Нет, он такой как отвар трав, что ли, цветом, девчонки. Так, ну, я думаю, достаточно. Поехали. Ну, с боком. Ой, уже щипет. И откуда я начала? С самых чувствительных зон. Вот стояла вам рассказывала. Сначала лоб. Височная область. Подбородок. Нос, щеки. Щипет в Т-зоне прям так. Добавлю немножко. Надо было половинку в одного спонжа взять. Вообще, шприца будет экономичней. Как следует наносим. Фу. Не то, что неприятно, как-то щипет и хочется почему-то закрыть глаза, хотя их не режет, в принципе. Экспозицию выдержим. Щипет хорошо. Вот, казалось бы, я протерла лицо в чем-то смоченном ватном диске. Представляете, шприца есть. И такое жжение. Ух. Прям вообще. У нас с вами 30 секунд, 1 минута. Это время пройдет очень быстро. Но я буду делать второй слой, наверное. Видите, да? Моя кожа, она вот тут в Т-зоне прям очень сильно щипет. Над губой. У меня здесь, кстати, после беременности не совсем до конца пигментации прошла. Помните, какие у меня ядреные пигментные пятна были вот тут? Вот тут и над губой. Прям вообще, которые даже не перекрывались ни консилером, ни тонаком. Они потом как-то сами прошли, хотя я все равно, ну, кислотный уход, такое вот ощущение хорошее. Но, тем не менее, они прошли сами. Да, гормональный фон восстановился. О, тут сейчас на подбородочке щипать начинает. На коже вот так ничего нет, по сути, да? А щипет прям. Чуть-чуть краснеет в Т-зоне кожа. Что там говорили? Появление вот этого вот белого. Чего-то, чего-то белого. Так, поехали. Второй слой. Лоб. Подбородок. Сейчас зону декольта я затрону. Нос. Вот тут-вот. Мне надо хорошо смочить, где у меня этот подкожник сидит. Ух, ух, хорошо. Щеки. Ой, как, как жжет. Видите, уже видно красноту. Это прям в Т-зоне. Так, это у меня второй слой. Давайте декольта тоже сделаем. Сто лет на декольте. Кстати, пилинки не делала. А надо. Ну, по-хорошему, уже поменять ладный диск. Декольта вообще не жжет. А вот тут прям уже краснота такая, видите? Фух. Давайте пока распакуем. Пока время идет, мы с вами тоник. Успакована у нас тут. Вот это я понимаю. Вот это пилинг. Не всякие там, вон, игрушечки. Так, ставим сюда помпу. Здесь обычная крышка. Ой, лимончиком, что ли, пахнет. Это серия с алоэ, и она должна быть... Полился. Ох, как я это завтра засунула. Потому что дочек прям до краев был дадить, девчонки. Лимонником пахнет. Прям вот лимонником. Вкусный такой бодрящий аромат. Тут на втором месте... Не тут, нет. Где-то на втором месте прямо алоэ в составе. А вот... В сыворотке. В сыворотке на втором месте алоэ. А здесь что такое? А, цитрус лимон. Лимонная эссенция здесь. Очень классно пахнет. Слушайте, ну Женя, в принципе, терпимая. Я возьму другой. В атлантийском. Потому что это все-таки пилинг. Он проникает глубоко в слои кожи. Почему должна быть кожа так очищена? Хорошо, да? Он проникает в глубокие слои кожи. Да, вы вот... Не навреди. Ох, как я много налила. Полфлакона осталось. Но еще на два раза хватит. Третий слой наношу. Сейчас уже как-то прям вот терпимо. Наверное, привыкла. Подкожник вот этот мой, зараза. Ты вылезешь вообще? Я хочу верхние века затронуть в этот раз. Ох, девчонки. После такого пилинга кожа будет как у младенца. Ну, не знаю. Для чувствительной кожи нет. Но там есть другие пилинги, девчонки. Послабее берите. У кого прям чувствительная. Потому что моя практически совсем не чувствительная. И у меня тут прям все. Ох. Так, я закрываю пилинг. Пробочкой вот этой. Открытый он у нас не должен быть. А, нет, не вот этой. У нас в комплекте есть трубка герметичная. Вот такая пилингка еще. И он у меня будет стоять до следующего раза в темном месте. Сейчас я ему найду темное место. Вот, сюда спрячем. Будет стоять до следующего раза. Фух. Ну, девчонки, это красота вообще. Вы видите? Это еще вот свет у меня стоит холодный. А так у меня вот тут все алое. Но если после этого он не вылезет, то мы ему устраиваем вообще хардкор. Так, четвертый слой. Я сегодня по максимуму. Я уже рассказывала, для чего нужны пилинги. Пилинги вычищают кожу. Пилинги омолаживают кожу. Удаляют все омертвевшие, роговевшие частички. И подтягивают. Ну, в общем, если у вас возрастная кожа или проблемная, они все вот эти внутренние прыщики, комедоны, постакне, хорошо чистят пилинги кислоты. А если проблемная кожа, высыпание бывает часто. Это все вылезает наружу, подсыхает и убирается. Вот таким образом они работают. И в то же время крутой омолаживающий эффект. Так, вроде все. А то это уже будет пятый слой. Декольте вообще не щипет. Смотрите, какая красная. Капец. Так, теперь у нас нейтрализатор. Ох, трындец. Вот он, он родимый. С витамином Е. Я уже тебе очень сильно хочу. Если сейчас еще усилится, дописано, после нейтрализатора. Слушайте, он такой какой-то гелеобразный, желеобразный, что ли. Такой вот перекатывается по диску. О, девчонки. Даст наоборот, надо щелк начитать. Сначала прям ты дыщ, а потом успокаивается. Вот прям через несколько секунд успокаивается. Так. Щеки как следует наносятся обильно. Ох. Когда его наносишь, прям звездец. И вот все, 2-3 секунды проходит и прекращается. Но тоже пол пузырька надо где-то не использовать, а и половину оставить на следующий раз. Ох, йо. Ох. Ой-ой-ой. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то, девчонки. Ах. Хочется это сделать быстрее. Ах. Вот тут, мне кажется, сейчас слезы потекут. Ох. Ох. Успокаивается моментально, через 2-3 секунды, но сначала этот ротец. Просто тихий ужас. Вау. Фу. Там минуту, по-моему, мы его выдерживаем на лице и смываем. Ох, йо. Тут вода, глицерин, саду бикарбонат. Что-то, 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 девчонки, кастровое масло. Еще что-то. Написано с витамином Е. Для всех видов кислотных пилингов. То есть нейтрализатор такой универсальный. Все, я пошла обильно смывать водой. Хардкор, девчонки, просто хардкор. Такое ощущение, что я обгорела. А вот тут, где гиперемия более выражена, кожа даже на ощупь такая теплая. Ну, все нормально. Моя кожа любит такой уход. И, как мне понравился предыдущий пилинг, я думаю, это тоже меня не разочарует. Будет классное обновление. Носа тут что-то у меня. Что? А, уобилинг, а вот эта штучка маленькая вот здесь на носу. Так, что мы с вами? Мы сейчас успокоим. Вот видите? Масочкой кожу немножко она тоже очищающая. Блин, прикольно. Вот это пилинг. Вот это действительно пилинг не какое-то там было в стволе. Я забыла, кстати, шею нейтрализовать. Когда уже лицо умывала, быстренько взяла ватный диск и пропала. Прошлась. Вспомнила в последний момент. Ох. Ну, тут по-любому этот подкожник вылезет. Что я имею на данный момент? Гиперемию, покраснение, повышенную чувствительность в этой области. Так и должно быть после пилинга. Кто в салон на пилинг не ходил, тебе знает, да? Я в салон не ходила, я все сама. Кто-то мне про ботокс писал, еще что-то. Нет, просто хороший уход. Я вижу разглаженное лицо. У меня даже моя морщина на лбу, которую я постоянно вижу, практически разгладилась. Я вижу выбеленное лицо. Я вижу идеально чистые поры. Просто вот идеально чистые. Теперь мы с вами нанесем. Тонизировать я пока не буду. После пилинга кожу сейчас тоником сначала маску, девчонки, сделаем. Вот она увлажняющая, очищающая. Уже много раз ее делала. Без пилинга очень классная маска. Плотная гелевая текстура. Она не только у нас с вами очищает, но она еще и его успокаивает. Она с пептидами. Мне она очень нравится. Я прямо ее после каких-то жестких процедур делаю. И мне нравится. Прямо плотненьким слоем таким, знаете. Сейчас немножко кожу подуспокоиться. Потом с вами потестируем тоник и свою мородку. Ага. Ой. Это зона прям вообще. Ну, девчонки. По молодею. Лет на 20. Так и знайте. Все, масочку нанесла. Хорошо. Кстати, на веках вот вообще нифига. Да, я там прошлась два круга точно. Все. Многие из вас. Ну, не многие уже. Многие девчонки мне наоборот писали, что начали за веками ухаживать, и они стали выглядеть гораздо лучше. А так некоторые пишут, что нельзя на веки маски. Нельзя веки скрабировать. Все можно. Что ваша кожа любит, то и делайте. Вот я пилинг какой агрессивный на веки нанесла. Они даже почти не покраснели. А вот та зона. Все, девчонки, я хожу 20 минут в маске. Хочется лицо в морозилку засмыть. Успокоиться. Демножко будем тонизировать. Ой, девочки, 25 минут сидела, потому что началось выступление президента нашего. И пока там подводка. Я надеюсь, что ничего плохого. Мои сидят, смотрят, потом расскажут. Хочется сказать, девчонки, кто у меня с Украины, напишите, как у вас дела. Но за такие комментарии могут забанить. Так, поехали смывать маску. Ну, я буду вот так спонжиком. Ну, подуспокоилась немножко кожа. Подуспокоилась. Ну, а тут вот есть белые полосочки, конечно, еще чуть-чуть, вот как они там у нас по инструкции называются, и уже убрала. Ну, вот, собственно говоря, и все. Краснота в этой зоне еще есть, но уже более-менее кожа успокоилась. Завтра здесь будет шелушение сухости. Я это уже знаю. А таких пилингов нужно кривить душой. Хороший пилинг, он практически снимает верхний слой кожи. Поэтому оно однозначно будет. Хотела лайфхаком с вами поделиться. Я когда предыдущий раз неделю назад делала, я именно обрабатывала эту зону и капитально ее обрабатывала. Да, хотя пилинг был гораздо слабее этого. И у меня здесь были покраснения. После все вылезло, сразу подсохло. И вот прям долго красные точечки вот эти были. Даже на видео там я вам говорила, я чистилась, пилинг делала, да. Было это видно. И что успокоило? Фаберлик крема серии Лав. Вот этот в баночке, который, да, универсальный. Он у меня стоит, Ксюша им ручки там мажет, личико иногда. Я как-то им редко пользуюсь, но ручки тоже ножки могу помазать. Я тут думаю, дай попробовать, там же ланолин. Может быть, как-то что-то. Я плодным слоем на это место нанесла. И уже через час, через два другое дело. Потом еще раз на ночь нанесла. И с утра практически все прошло. Так что и вообще после пилинга производитель нам рекомендует, я вам рекомендую делать питательные увлажняющие масочки прям толстым слоем, хорошенькие такие, не маски-пленки, не очищающие, не глиняные. Нет, пока на недельку о них забываем. Мы с вами увлажняем ее, питаем и восстанавливаем. Восстанавливающие масочки, кремовые, да, ну, гелеобразные, вот такие вот. Крем обязательно увлажняющий, щитящий, деликатный, никакой не агрессивный там, да. Так, что мы с вами делаем? Мы с вами берем теперь тоник увлажняющий. Он у нас, кстати, тоник, что очень хорошо. У нас тут алоэ-вьера, все как бы, ну, все подходит, все по фуншую. Так, все, до завтра повернулся. Тоник, водичка. На ладошки распределяю. И тонисируем. Блин, какой аромат классный. Он похож на мицеллярку вербена. Аромат лимонника. Такой классный, оборваю, свеженький. Так, кожу тонисирую, тонисирую. Декольте тоже классно, кстати. Второй раз обязательно декольте сделаю как положено. Протонисировали. Тоник никакой липкости абсолютно не оставляет. Очень приятный, увлажняет. Не щипет после пилинга в этой зоне. То есть достаточно деликатный. Кожа увлажнилась. Действительно, он очень быстро впитался. Оставил за собой легкое увлажнение. Вообще классный тоник, комфортный. Я в восторге. Дальше у нас с вами сыворотка, которая тоже запечатана. Мы ее с вами не вскрыли. Тоже она у нас с вами в полиэтиленчике. Вот видно, как доставляют продукцию. Потому как доставляют продукцию. Потому какой сервис. Как быстро отвечают на ваши сообщения, менеджеры и так далее. Поэтому всему видно, не знаю, качество что ли, девчонки. Классно. Так, вот такая у нас с вами сыворотка. Удобный дозатор. Так, давай, давай, родимая, набирай. Ага. Ну, пока прям сыворотка, сыворотка. Я, наверное, даже много нажала, но сейчас посмотрим. Так. Не имеет оттушки практически. Какая-то, знаете, такая тоже легкая, приятная, лекарственная. А, ну у нас здесь биологически 100% натуральная сыворотка. С гиалуроновой кислотой не содержит эмульгаторов, консервантов, минеральных маселых ладушек. Да, все верно. Ничем не пахнет. Так вот. Еле уловимый какой-то аромат. Какого-то, не знаю, приятный. Ну, по большей части ничем. Ничем вообще не пахнет. Сыворотка. Нелипкая. Тоже. То есть она такая слегка вязкая. Ну вот, не как, допустим, с муцином улитки. Да, долго на лице остается липкость. Она текучая. Или с маслами с какими-то там, с агрессивными. Нет. Здесь очень приятно, комфортно. И прям, знаете, какая-то успокаивающая кожу текстура. Классно. Вот прям я чувствую, как кожа успокаивается. Как ей хорошо, как она это все дело впитывает. Там с вами уже разговаривали про правильное очищение. После правильного очищения любые косметические средства. Маски, кремы, сыворотки кожа просто впитывает, как ненормальное. Потому что ей это нужно. Она очищена. Она открыта. Она открыта для того, чтобы все питательные, омолаживающие ингредиенты проникли, напитали ее, оздоровили и так далее. Поэтому тут прям вот, когда она впитывается, я испытываю комфорт. Кожа становится легко и хорошо. Прям здорово после пилинга. Как спасательный круг. По факту кожа увлажненная. Вы это видите. Она быстро впиталась. Легкая-легкая совсем присутствует липкость. Я думаю, через минуту ее уже совсем не будет. Кожа увлажненная и даже, я бы сказала, напитанная. Липкость потихоньку проходит. Сыворотка впитывается до конца. Ну, как бы все комфортно. Все здорово. Красота. Сейчас я еще поверх нанесу из баночки крем-лав с ланолином поверх сыворотки на ночь сегодня. Напитаю ее. И, конечно же, мы с вами в первые несколько дней обязательно с высоким СПФ пользуемся кремом. Чтобы у нас с вами не вылезли пигментные пятна или не стали еще хуже. Над губой посветлила. Второй раз сделаю. Вообще красота. Супер. Мне очень нравится состояние кожи. Сейчас она будет обновляться. Может быть, опять на следующих видео вы будете видеть здесь какое-то покраснение или еще что-то. Пока все как бы достойно. Подкожник мой. Буду смотреть завтра, что с ним произойдет. Пока все достойно. Очень нравится. Кожа очень увлажненная. Безумно ровная. Пишите, зачем тебе то, зачем тебе это, 10-е, 5-е, 30-е. У тебя и так ровная кожа. Да ничего подобного, девчонки. У меня тоже бывает высыпание, у меня тоже бывает покраснение, морщины. Я уже много раз вам рассказывала, как у меня была вот здесь очень глубокая морщина. Наверное, когда я вот начала снимать на YouTube, ее, возможно, там в первых видео можно было где-то увидеть. Но когда я стала правильно ухаживать за кожей, я ее убрала. То есть она, если под микроскопом посмотреть, она еще тут осталась, такая полосочка, да. Но по факту я ее убрала правильным уходом, кислотным уходом, вот именно пилингами, так, правильным очищением, увлажнением, питанием и так далее. Есть сейчас на лбу, вот тут она, но я тоже с ней активно борюсь. Массажи потом еще очень хорошо тоже помогают. Я вам ручной массаж обещала отснять, у меня хоть есть видео, но вы просили продублировать. Я отсниму обязательно в следующих логах, вот это и вот борюсь. Так что проблемы есть, они есть. Просто есть проблемы решаемые, есть нерешаемые. Есть хотя бы те, которые можно более-менее решить, да. Поэтому, если за собой ухаживать, то и у вас тоже будет красивая, хорошая, здоровая кожа на долгие-долгие годы. Мне снова безумно понравилась посылка от Битепил, поэтому, естественно, я вам под видео оставляю все ссылки в инфобоксе. И постараюсь, если не забуду в закрепленном сообщении, потому что я так уже поняла, что у меня, у нас не все знают, что такое инфобокс. Я уже планирую снять вам видео, что такое инфобокс и сообщество на YouTube, чтобы вы знали, куда нажать, чтобы найти нужную для вас информацию, да. Поэтому ссылки, все мои хорошие в инфобоксе на все средства, которые были сегодня в обзоре, да. Мне все безумно понравилось, каждый из них я могу смело рекомендовать. Но пилинги Битепил, это просто восторг. Подбирайте по своему типу кожу, можно без нейтрализации, нейтрализации, но лучше, конечно, начинайте деликатно, хотя бы вот такой беленький, как я до этого брала, там есть еще красный. Много-много-много разных можно найти для себя, можно проконсультироваться, как бы, да, и вам посоветуют. А я очень довольна. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Продолжение следует...